Приветствую всех! Меня зовут Рада, и я стилист-имиджмейкер, коуч по стилю и владелица имидж-студии Style You Best. И в сегодняшнем разговоре я хочу вам предложить поговорить по структуре гардероба. Да-да, о той самой скучной структуре, о которой все стилисты разговаривают. Но прежде чем мы займемся структурой, я покажу вам причины, по которым на самом деле структурой гардероба заниматься и обращать на нее внимание просто необходимо. Если у вас очень много вещей в шкафу, но при этом одна вещь может быть скомбинирована только с какой-то одной другой, то есть у вас нет взаимозаменяемости и универсальности комплектаций, проблема в структуре гардероба. Если у вас в шкафу есть вещи-сиротки, которые под впечатлением и эмоциями мы принесли из магазина и так и не нашли, с чем же их одевать, проблема в структуре гардероба. Если для того, чтобы выглядеть модно и современно, каждый сезон или каждый год вам нужно менять половину своих вещей, проблема в структуре гардероба. Итак, что же это такое, такая секретная структура? Вы, скорее всего, о ней уже слышали, просто никогда не считали нужным обращать на нее внимание. Да, может быть это скучно, потому что когда мы говорим о гардеробе, о моде, о своей одежде, мы хотим испытывать эмоции, мы хотим получать удовольствие, мы хотим, чтобы это был фан, а нисколько не какое-то там скучное планирование. Но без скучного планирования, без применения стильных формул, ваш гардероб не функционирует на все 100%. Вы тратите свои ресурсы, свое время и свои деньги на вещи, которые потом очень трудно использовать, то есть тратите свои ресурсы впустую. Итак, какая же структура гардероба считается оптимальной? Все наши вещи, всю нашу одежду можно разделить на три главные группы. Первая группа – это база. Это вещи очень простые, очень нейтральные, которые легко сочетать с чем-либо другим. Базовые вещи можно назвать безликими, базовые вещи можно назвать классическими. Это все то, что никогда не выйдет из моды, хорошо вам подходит и прекрасно на вас сидит. И таких вещей в вашем гардеробе должно быть 40% от общей массы. Следующая большая группа, очень серьезная и очень важная группа – это стильные вещи. Это те вещи, которые, да, имеют какой-то стиль, какой-то характер, принадлежат к романтике, принадлежат к классике, принадлежат к драме, но это вещи вне времени, то есть они тоже сами по себе стали достаточно классическими, даже если у них есть какая-то стилевая нагрузка. Пример такой вещи – куртка, кожаная куртка, косуха. Да, она принадлежит к стилистике панк-рока, но при этом она настолько универсальна, что нельзя сказать, вы купили эту косуху вчера или вы купили ее лет 10 назад, если, конечно, она в нормальном состоянии, да, то есть это модные группы. Это та группа стильных вещей, которые позволят вам выглядеть современно, но при этом они никогда не выходят из моды, вам не нужно менять их каждый сезон. И таких вещей в вашем гардеробе должно быть 45%. Итак, мы уже добрались до 85% вашего гардероба и до сих пор не говорили о моде и трендах. Вот те самые 15%, которые остались, это очень модные трендовые вещи, которые приходят к нам на один сезон, на два сезона, может быть, на три сезона, потом они сменяются чем-то другим. Часть из них, у них есть определенные шансы остаться в стильной группе с нами надолго, если они полюбились, если они оказались достаточно комфортными, носибельными и универсальными, они могут перейти из трендов в стильную группу и остаться с нами дольше. Например, это случилось с джинсами скини, которые в какой-то момент стали остро модными, потом перейти шли в стильную группу, а сейчас они вообще считаются базой, и они уже никуда от нас не уйдут, даже если сейчас тренд на джинсы немножко поменялся, одев скини, вы все равно будете выглядеть современным. Они стали классикой, они стали базой. Итак, 40% базы, 45% стильных вещей вне времени и только 15% модных трендов. Если мы возьмем пример какого-то своего гардероба, предположим, у вас в гардеробе всего 10 вещей, из них 4 вещи будут базовые, 4-5 вещей стильными, и только 2 или 1 вещь будет трендовыми. Таким образом, когда вы будете менять свои тренды на что-то новое, вам не нужно заменять весь свой гардероб. Это позволяет вам иметь очень хорошо комбинированный, универсальный, работающий в любой ситуации гардероб. Естественно, еще одной составляющей того, чтобы иметь гардероб, который хорошо вместе работает с друг дружкой и служит вам хорошо, это стилистика. Если у вас вещи разрозненные и принадлежат разным стилистикам, например, романтическое платье и ботинки в стиле этно, их очень трудно вместе скомпоновать. Это тоже создает размрозненность гардероба. Хотя здесь я могу поспорить, потому что тенденции в последнее время как раз идут все к тому, чтобы миксовать абсолютно несовместимые и разные стили. То есть, если у вас есть насмотренность и чувство стиля и меры, имея в шкафу разные по стилистике вещи, не мешает вам их хорошо комбинировать и получать от них удовольствие. Теперь важно заметить, что несмотря на то, что существует четкая формула гардероба, никто здесь не говорит о том, чтобы каждый раз вы скрупулезно с калькулятором высчитывали процентное содержание тех или иных вещей. Мы здесь, естественно, говорим о концепции. Даже если я называю точные цифры 40, 45, 15, я не говорю вам, что именно столько, две с половиной вещи должно быть принадлежащих базе. Я говорю о понятии в целом, что вот такая большая часть вашего гардероба должна быть базовой. И это нам также дает решение и понятие того, в чем заключается корень проблемы. Например, если у вас нет базы, то вам очень сложно сочетать вещи между собой. Очень трудно подобрать что-то, что будет хорошо носиться с трендовой вещью, которую вы только что купили. Это как раз та самая причина отсутствия базы, та самая причина, по которой у вас появляются вещи-сироты, которые вы принесли и абсолютно не знаете, с чем одеть. База тем и хороша, что она легко сочетается даже с самыми сложными, с самыми сумасшедшими вещами. Если у нас базы слишком много, потому что есть и такие люди, которые любят простые, не кричащие вещи. Если базы слишком много, то наш гардероб выглядит очень-очень скучно, очень-очень безлико, штампованно. Мы становимся невидимыми. Если у нас в гардеробе недостаточно трендов, то мы, скорее всего, смотримся несовременно. У нас не хватает какой-то изюминки, у нас не хватает какого-то всплеска эмоций. Наш гардероб слишком строг, формален и скучен. А иногда и несовременен. Он выглядит слишком пресно. Если у нас трендов слишком много, то мы получаем абсолютно обратный результат. У нас большие затраты на замену этих трендов, когда они выходят из моды. У нас всё слишком пёстрое, слишком кричаще, слишком не подходит к друг другу. И у нас трудности с сочетанием вещей. Вот об этом я хотела поговорить с вами сегодня. Надеюсь, это заставит вас задуматься. Я всегда рада вашим вопросам. И, естественно, об этой теме мы будем говорить и дальше, и более подробно. А на сегодня у меня всё. До встречи в следующий раз. Пока-пока.